всем привет сегодня у нас сравнительный видеоролик и я вам покажу различные масштабные модели легендарного советского грузового автомобиля zil 130 в масштабе 1 к 43 и здесь представлены бренды premium classics start scale models и deep models это последние новинки от этого бренда и также я вам покажу модель от автоистории и модель от ультрамоделс но они не пойдут в общий зачет потому что модель от ультры на мой взгляд утратила свою актуальность грузовик в лучшем исполнении сейчас можно встретить в журнальной серии легендарные грузовики ссср от madimio модель от автоистории у меня конверсирована и поэтому там тоже есть некоторые отличия и мы ее просто посмотрим как дополнение и начнем мы обзор с грузовика от ультрамоделс это довольно старая модель она встречается в продаже и продают ее сейчас за 850 900 рублей и на свое время это был вполне хороший грузовик особенно после старых советских моделей но с выходом аналогов от автоистории эти модели как-то особо не продавались и долгое время их продавали с очень хорошей скидкой и у ультра также были вполне хорошие самосвалы у них был поворотный передний мост и также было на выбор два варианта оформления решетки радиатора обновленная и ранний тип и этот грузовик по современным меркам выглядит довольно просто здесь дверные ручки отлиты вместе с кабиной обозначенные просто серебристой краской салон грузовика из пластика окрашенного в массе пластиковые стеклоочистители и довольно примитивные зеркала заднего вида и здесь корпус зеркал маленький который больше присущ раннему типу решетки радиатора и здесь также на решетке сквозные отверстия но центральные отверстия очень маленькой формы то ли они залиты краской то ли здесь какая-то недоработка и похожая проблема наблюдалась на ранних zil-130 от dipmodels впоследствии они доработали решетку радиатора и там сделали уже нормальное отверстие также здесь поворотники просто обозначены оранжевой краской как спереди так и на крыльях и у этого грузовика металлическая рама снизу ничего не окрашено есть глушитель топливный бак некое подобие аккумуляторной батареи и также есть ресивер с пассажирской стороны и здесь довольно интересные покрышки и на маркировке написано волтайр и такие покрышки больше никем другим не выпускались следующая модель это zil-130 моя конверсия в газобаллонный вариант от автоистории и на этой модели я окрасил салон добавил газовый баллон также заменил светотехнику спереди и добавил зеркала заднего вида из фототравления нужно еще установить стеклоочистители просто у меня не оказалось свободного набора а в продаже дворников на zil-130 в том месте где обычно покупаю модели я не обнаружил так что буду ждать когда они появятся их приобрету и уже установлю на этот грузовик здесь уже пластиковая рама тоже ничего не окрашена но проработка этого грузовика значительно лучше чем у модели от ультра и конечно у автоистории очень много упрощений и модели унифицированы друг с другом и несмотря на то что есть грузовики как с ранним типом решетки так и с более поздним у них одинаковая кабина с двумя лючками и одинаковые задние фонари и в этом плане у дипа больше разнообразия и автомобили более достоверно копируют прототип определенного года выпуска и также вам покажу модель самосвала от ssm здесь довольно необычный зеленый цвет и этот грузовик мне напоминает консервированный огурчик точно такая же схема окраски и этот цвет значительно отличается от другого темно-зеленого который вы можете встретить на других масштабных копиях zil и здесь довольно симпатично сделана передняя часть улучшена светотехника вполне нормальная решетка радиатора тоже пластиковые зеркала заднего вида и почему-то ножки зеркал здесь окрасили в цвет кабины грузовика хотя на настоящих машинах они всегда шли не окрашены насколько мне известно стеклоочистители здесь из фототравления и у этого грузовика металлический кузов но у всех zil от автоистории и ssm почему-то пластиковая рама и на этой модели я поставил харьковскую резину на ней машина смотрится намного привлекательней и на этот грузовик я делал детальный видеообзор поэтому особо его здесь рассматривать нету смысла и следующая модель это zil 130 от premium classic европейский аналог ssm и у этого грузовика довольно интересный полуматовый темно-зеленый цвет и второго такого варианта окраски на других моделях я не встречал и у этого грузовика тоже окрашены колесные диски черным глянцевым лаком также окрашен салон на дверцах есть логотипы и у этого грузовика довольно просто сделан кузов например на удлиненной версии zil 130g уже сделали внутреннюю расшивку а здесь почему-то обычные голые борта тоже круглые задние фонари есть сцепное устройство оно не рабочее и как раз вы можете посмотреть как на этом автомобиле сделана ранняя решетка радиатора довольно мутная светотехника ее по-хорошему нужно заменить на что-то другое и у этого грузовика колеса стоят елочкой и сюда я поставил улучшенные покрышки от костромы изначально здесь была резина как на моем красном грузовике от автоистории и давайте вам покажу следующую модель и этот грузовик я покупал по-моему по акции за 1999 рублей и у ssm был еще второй вариант окраски с синей кабиной и по моему синим кузовом и это тоже довольно интересный грузовик и преимущество у моделей от ssm в том что они делают самые разнообразные варианты исполнения это и обычный классический зил-130 и длиннобазный и короткобазные самосвалы и сидельные тягачи и зил-133 гая и пожарные варианты и зил-131 и так далее и так далее а у дипа пока что только разнообразие на базовом шасси зил-130 здесь тоже довольно интересный темно-зеленый цвет и когда я впервые купил эту модель она ко мне пришла с браком и был не прокрашен кузов я впоследствии кузов заменил на другой вариант теперь у меня модель более-менее в нормальном состоянии и здесь я тоже поставил улучшенные покрышки изначально здесь стояла резина первого раннего типа вот такой зил и я очень надеюсь что дип когда-нибудь сделает такой вариант исполнения но конечно от них я думаю не стоит ожидать эту модель потому что нужно будет делать новую раму а это и финансовые затраты и у дипа слишком маленькие тиражи для производства таких моделей и давайте посмотрим на последние грузовики от dip models одна модель варианте связь тоже очень красивый грузовик конечно на последних моделях от дипа немножко снизилось качество покраски и сборки и уже когда делал обзор на этот грузовик показывал моменты например пятнышки клея но все равно это очень хорошая модель и на сегодняшний день если мы говорим о 130 зилах в масштабе 1 к 43 это лучший промышленный образец и модель очень украшают регистрационные номерные знаки также дополнительные противотуманные фары логотипы на дверках также здесь присутствует небольшой знак качества и на этом грузовике один лючок с пассажирской стороны а на раннем варианте их два и у дипа разные плашки на кабину они сделаны из пластика и таким образом он может делать различные модификации и также вы можете посмотреть как здесь сделана решетка радиатора и у этих грузовиков поворотный передний мост и также рабочее цепное устройство правда прицепов для этих грузовиков пока что не предлагается и давайте вам покажу последний вариант исполнения в классическом голубом цвете и эта модель мне сразу понравилась и взял ее в коллекцию без каких-либо колебаний здесь тоже есть логотипы предприятия на дверках и очень красиво получилось оформление передней части и сложно сказать какой зил симпатичнее с новым типом решетки или с ранним типом и здесь также просматривается сквозь отверстие радиатор охлаждения из фотоотравления вот такой замечательный зил и недавно в продажу поступили наборы для самостоятельной сборки я тоже приобрел пару наборов когда они ко мне придут я сделаю на них детальные видео обзоры и пишите ваши комментарии какие модели зил 130 есть в ваших коллекциях в каком варианте исполнения от какого производителя возможно также вы собирали модели в рамках журнальной серии легендарные грузовики ссср не забывайте поддержать этот видеоролик лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются самые разнообразные видеоролики а на сегодня это все до новых встреч пока